Такие люди, как министр иностранных дел Германии, они, конечно, она в данном случае, конечно, враждебно настроена к нашей стране, к России. Но она, на мой взгляд, враждебно относится и к своей собственной стране. Потому что, ну, трудно себе представить, что политик такого ранга с таким пренебрежением относился к интересам, к экономическим интересам своей страны, своего народа. Я сейчас не буду вдаваться в детали и в подробности. Но на практике именно это и происходит, мы и видим. Ну, а вот следующая часть того, что я хочу сказать, может быть, прозвучит диссонансом к тому, что я сказал только что. Я не считаю, что сегодняшние поколения немцев должны нести полную политическую ответственность за всё, что творила нацистская Германия. Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники. Надо исходить из реалий сегодняшнего дня, смотреть, кто на самом деле, чем занимается и какую политику проводит. Крампа же всё время называли несистемным политиком. У него есть собственный взгляд на тему о том, как у него должны, у США должны развиваться отношения с их союзниками. И, ну, искрило ведь и раньше. Вот возьмите выход Соединённых Штатов из киосских соглашений в области экологии. Тогда тоже искрило, но тогдашний президент Соединённых Штатов принял решение о том, что США выйдут из этих соглашений, несмотря на всю привлекательность экологической повестки, поскольку полагал, что это наносит вред американской экономике. Вот и всё. Принял вы или воли решение делать с концом. И как на него там не ругались европейские лидеры? Он это сделал. Да, а потом скорректировал. А чем отличается позиция Трампа в этом смысле? Да, принципиально ничем. Он хотел заставить европейцев поднять свои расходы на оборону. Или, как он говорил, пусть тогда платят нам за то, что мы их защищаем, что мы раскрыли над их головами атомный зонтик и так далее. Ну, я не знаю. Пускай они сами разбираются. Это их проблемы. Ну, наверное, с его точки зрения есть в этом какая-то логика. С точки зрения европейцев логики никакой нет, а они хотели бы, чтобы Соединённые Штаты и дальше безвозмездно осуществляли какие-то функции, которые сложились с момента образования НАТО. Это их дела. Я-то считаю, что это вообще ни к чему уже. Смысла никакого нет. Смысл только один. Это инструмент внешней политики США. Но если США считают, что это инструментом не нужен, ну, это их решение. Я когда встречался с Байденом в Швейцарии, это было, правда, несколько лет назад, три года, и тогда уже говорили о том, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну, да, он подглядывал свою бумажку. Я, честно говоря, подглядывал свою. Ничего такого нет. Ну, то, что он где-то, выходя из вертолёта, ударился головой этот вертолёт. Ну, а кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него комментарии. Вообще это, на мой взгляд, я не врач и не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счёт. Мы должны смотреть не на это, мы должны смотреть на политическую позицию. Я считаю, что позиция сегодняшней администрации в высшей степени вредна и ошибочна. И я в своё время президенту Байдуна об этом говорил. Ну, тогда вопрос, который был четыре года назад, и сейчас, получается, снова становится актуальным. Для нас кто лучше, Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ.